От создателя таких туториалов как Видео Гекс Продакшн Представляет Бадрич Ой Туториал по регистрации Сони Вегаса Йоу-йоу-йо, мои френдс Всеемняшки, пацаны Это долгожданный туториал по регистрации Сони Вегаса И в этом видео будет использоваться Такой небольшой Вуху-эффект Вот он Вуху-эффект И да, сразу же заявление, чтобы мой ролик не удалили правообладателей Я ни в коем случае не поддерживаю пиратство Те, кто видели мое видео про обзор дисков Знают, что я просто-таки обожаю лицензии И ненавижу пиратство И это на самом деле я не шучу И поэтому Я ни в коем случае не хочу, чтобы ваш софт юзали бесплатно Я бы и сам бы купил бы Сони Вегас Если я бы знал бы, где дисочек продаётся И если она не стоит, например, как Windows Которая за 7 тысяч продаётся То я бы обязательно купил Ну ладно, хватит и херни Я надеюсь, что правообладатели не понимают ни черта по-русски Поэтому продолжим Итак, для начала, естественно, в Сони Вегас надо скачать Для этого мы используем торренты Такие как Фре Торрент Рут Реки Там, что там ещё есть Тапочек нет Рус Торк Это без разницы Главное, чтобы был торрент Чтобы было удобно Чтобы был Сони Вегас Чтобы правообладатели Чёрт, вы не закрыли эту раздачу Я, например, стащил Соньку с Фре Торрент Используя вот эту вот раздачу Так что, автор, если ты Однажды зайдя увидишь Что у тебя дофига сидер филичеров Не удивляйся Это просто я тебе немножечко пропиарил Так, теперь, когда мы всё скачали Переходим к установке Заходим в папку И, блин, ребята Вот я вот не понимаю Практически во всех раздачах Да и на самих раздачах На сайтах там На Фре Торрент На самих раздачах В дополнительно Там написано установку Как установить Соньку Или же, например, тут в папке Видите, Реадми Я вот не понимаю людей Который, блин, я не знаю Не читает его Ну, написано даже Реадми Ну, прочитай ты меня Ну, господи, народ Ну, как так, а? Ну, ладно Придется вам всё разжевать и в рот положить Так как у меня 32-битная версия Винды Запускаю, естественно, Сони Вегас 32-бит Выбираем английский Нет, нам не надо Новые версии Иначе он скачает Новые версии И потом кряк не пойдёт А потом русификатор Так что Устанавливаем тот клиент Который есть Да, я бы согласен Совсем Да, на декор установить На рабочий стол Давай, пошла Установочка Пошла, родимая Пошла Сейчас я должен всё быстро пройти А я пока тут сделаю Уху! Ладно, всё, хватит херни страдать Давай, устанавливайся Давай, давай быстрее Давай, давай А, кстати, я пока подготовлю Этот как его А, он уже установился Отлично Так нам этот патч нужен так давай 10 секунд и сейчас будет самая моя любимая музыка в тренерах просто обожаю давай 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 и поехали так а мы пока будем регистрировать запускаем вегас про да некст блин я ща не успокоюсь извините на секундочку блин надо надо регистрировать а чёрт ёбаная музыка нет си а и т.е. а а а и а а и а у а Давай, давай, давай. Wow, world. Ладно, извините, я немножко долбанутый. Это по мне понятно. Так, вымираем, естественно, Vegas Pro-10. точка 0 далее выбираем патч вот сейчас чтоб все видно было патч и видите что тут написано инсталлируйте вот именно вот этот директория и поэтому мы идем в в программ файл где у нас установлен на sony vegas sony выбираем так что он требует соню саму да вот это окей так теперь он видите требует другой другой файл то есть это же в той же директории находится щас 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 сонька вот она ее тоже нажимаем окей все видите процесс пошел регистрируется заебись патчик ставится окей далее запускаем сам бегас про интегипал 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 ладно все ладно регистрируем так next видите он требует эту херню с этой буквой начинающей вот мы ее копируем так всегда выбирайте регистр форма какой-то компьютер то есть на компьютер регистрируем next тут пишем вообще совершенно рандомную хуйту вообще без бессмысленную это не имеет значения выбираем любую страну колумбия блин columbia pictures блин а тут поняли дас в чем рандомная херня вот эту кнопочку нажимаем чтоб дальше пошла процесс тувал тувал тува тува тот-тút тува 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 твы тува 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 хэм далее он сохранит щас вот эту хуйню в моих документах ну и пусть сохраняет как бы ему не против Так, далее нажимаем, далее. Вот так вот. Далее, далее нажимаем. Копируем вот эту вот херню длинную, которую он требует. Вставляем. Готово. Сонька Вегаса регистрирована, друзья мои. Вот и всё. А вы, блин, как долбоёбы, не знаю, хернёй страдаете. Уж извините, что я вас назвал долбоёбами, но реально, это всё легко и просто. Это так же легко и просто, как регистрация в Windows 4, блин, там Live и... Господи, Rockstar Social Club, ребятишечки. Так, а теперь... Мне, конечно, это не нужно, но вам это больше нужно. Поставим русификатор. Я-то как бы без русификатора могу спокойно, потому что я с Вегасом полностью на «ты». Так, закрываем Вегас. Ой, ладно, закрываем музыку. Блин, это просто заебись музыка. Музончик. Музыка. Музончик. Вот, выбираем русификатор. Рус. А... Для пользователей Vista и Seven обязательно запускайте этот русификатор от имени администратора. Ну, ладно, от имени администратора. Так, от имени администратора. Нам как бы похер. Так, всё правильно. Завершить. Теперь должно всё подействовать. Вот. У нас полностью рабочий и русскоязычный Sony Vegas. Вот так вот. В качестве бонуса я хочу вам рассказать свой секрет по созданию клонов. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Блин. Ах, да, и как создать видео 720 и 1080 в качестве для отправки на YouTube. 720 в качестве для контакта. Ну и Routube, там, Routub в хреновом качестве. Ну, в нормальном, короче, качестве. Но всё равно лучше туда ничего не загружать. Да. Для начала лезем в свойства проекта. Находится она вот здесь. И нам надо каким-то образом убрать вот эти вот злоебучие полоски. Дело в том, что когда вы загрузите, например, на YouTube, на YouTube, помимо полосок самого YouTube, будут вот эти-то ещё полоски. То есть полоски увеличились. То есть размер этих полосок будет больше. Чтобы не было... Чтобы не испортить качество самого видео, надо настроить свойства вот этих проектов так, чтобы вообще этих полосок просто не было. То есть настраивать надо вот тут. Ширина, там, например, 900, там... Блин, 1600, допустим. Вот видите, полоски уже убавились. Но у меня есть уже заданный... определённый заданный размер. Вот, 1280 на 940. Эти полосок нету. Судя по моим последним видео, если вы их смотрите, вы заметили, что вообще полосок не существует. А раньше, когда я вот... начинал пользоваться вот этим свойством, то есть чтобы убрать полоски, у меня стояло вот это вот 720 на 30. То есть были вот такие вот полоски, и видео было, ну, не в таком, конечно, хорошем качестве. Ну вот. У меня стоит так. Далее. Тут надо именно делать так, как у меня. То есть в нижнем поле первое, там, что-то, коэффициент тут один обязательно квадрат. Оригинальный. Выключен. Бит 8. Отличное. По гауссу, смешивать поля. В звуке тоже вот, а надо поставить так же. Вот, отличное тоже качество. У меня уже так стоит. Далее тут не важно. Да, и вот частота кадров. Желательно вообще ставить оригинальную частоту кадров, которые используются в видео. То есть в каком видео у вас снята частота кадров в секунду, такое надо ставить и тут. Узнать частоту кадров можно в свойствах видео. Нажимаете в свойства, подробно, и тут написано. Видите, частота кадров 25 кадров в секунду. Тут тоже надо ставить 25 кадров в секунду, раз такое дело. Очень желательно так делать, чтобы видео получилось в хорошем качестве. Все, тут у нас все нормально стоит. Сохраняем, окей. Перед началом съемок надо поставить камеру на ровную поверхность, чтобы на протяжении всей съемки она вообще не двигалась. Вот так вот. Ага. Кстати, если заметить, у меня видно, что немножко камера двинулась. Видите, да? Это на самом деле очень плохо. Будет видно такая вот небольшая полосочка. Конечно, если постараться, можно в редакторе вот в этом, то есть сдвинуть объект, то есть так, чтобы было на одном уровне. Но тут не так особо страшно, потому что камера на самом деле стояла на протяжении всех съемок ровно. Только чуть-чуть сдвинулась. От ветра, блин. Сила и ветра, блин. В общем, так. Далее вам нужно разделить видео на несколько кусков, чтобы одно видео наложить на другое. У меня уже поделено все, но я научу вас, как делить. Например, вам нужно разделить вот в этом фрагменте. Нажимайте вот на это видео. И на клавиатуре букву S английскую. Хоп. И видео поделилось на две части. Теперь с любым из этих фрагментов двумя можно делать все, что угодно. Сменять размеры видео, всякие эффекты добавлять. В общем, делать всякую полезную мелочь, чтобы видео ваше было офигенно. Если вам нужно, например, удалить фрагмент, вы нажимаете на клавиатуре кнопку Delete. Или же, например, вот с правой кнопкой мыши и удалить. Если вы хотите, как в Принц Перси, вернуть все на место, если вы где-то ошиблись и хотите вернуть все на место, то нажимаете правка, откатить, удалить фрагмент. Ну, то есть, откатить. И оп! У нас все вернулось на круги своя. То есть, как было, так и стало. Снова. Такие вот дела. Так. Вот тут мне осталось просто несколько фрагментов удалить. Это вот это и вот это. Далее нам нужно просто тут поделить. Разделить концовку. До свидания! До свидания. Дружи. Ага. Удалить. Удалить. Получается, у нас таких два куска. Да какая тебе разница, в том числе не существует. И да, я хочу это видеть. До свидания. И зачем ты это рассказываешь? Ты хочешь, чтобы кучу людей делали то же самое? Да.